Галина Кононова Галина Кононова находится в фондах музеев Беларуси, частных коллекциях от России и Сербии до Англии, Франции и США. Я поняла, что буду художником еще в раннем детстве, потому что, сколько я себя помню, я постоянно-постоянно что-то рисовала. Во-первых, это удивительное состояние, когда мы в детстве росли у бабушки, и постоянно под яблоней стоял стол. И вот это незабываемое чувство и состояние, когда ты полностью растворяешься, вот в природе растворяешься, и твоя душа насыщается, и ты делаешь все, что ты хочешь. И это на самом деле очень большое счастье. В мире так много всего интересного, так много всего надо постичь, надо узнать, и так много нужно научиться многому. Понимаете, что жизни всей не хватает для того, чтобы все это пройти, весь этот путь и все уметь. И поэтому вот эта жажда познания, наверное, всегда во мне существовала. Я вросла вообще очень каким-то таким настырным, целеустремленным и очень ответственным ребенком, по сути дела, как, наверное, и являюсь по жизни сама. Вот, я очень серьезно отношусь и к своей жизни, и к своему творчеству, к делу, которому служу. Вот, и для меня это не пустые слова, для меня это на самом деле очень серьезно. У экклезиаста есть стих, где он говорит, все труды человека для рта его, а душа его остается ненасыщенной. И вот художник, мне кажется, приходит в мир для того, чтобы насытить, наверное, душу человека, помочь ему услышать свою душу, услышать эту гармонию. Потому что художник – это проводник, по-моему, великому убеждению. Линия отца лаптенок по линии мамы бусил, то есть это земля и небо соединились вместе, понимаете, это настолько ответственно и это настолько интересно, когда я вот ощущаю по своему характеру, когда я вижу, что какие вообще у меня существуют какие-то, во-первых, очень сильно эмоционально я очень сильно, да, я могу быть невоздержана, я могу быть как-то очень нестись куда-то, лететь куда-то, вот, и одновременно, то есть в полете находиться, наверное. И одновременно я чувствую, что я довольно-таки осознанно и крепко стою на земле, я знаю, чего я хочу, я знаю, какие цели я хочу в жизни достичь, и это, наверное, по линии отца, по фамилии отца. Для меня вот моя мастерская – это моя крепость, для меня моя мастерская. Это и мой дом, это и моя семья, это и мои дети, и мои замыслы, и мое творчество. Это и мои сомнения, понимаете, это мое развитие, вот, то есть вот эта вот крепость, которая защищает меня, и я здесь себя чувствую очень комфортно. Яркие, на самом деле яркие, и когда я думаю, почему, для меня главным вообще составляющим, сюжетом является цвет. А что такое цвет? А цвет – это окружающий нас мир, цвет – это мы сами. Цвет – это гармония, цвет – это твоя душа, которую ты хочешь выразить, да, и как художник ты ее выражаешь очень искренне, очень откровенно. И если это отзывается в душе, цвет – это радость. Это вы зря говорите, что серый мир, мир цветной. Создатель сделал его цветным, понимаете, это человек его разрушает, человек его не видит. Это у человека серый взгляд на мир, понимаете. Поэтому нужно думать не о мире, какой мир, а о том, какая у тебя душа. Понимаете, красный – это на самом деле жизнь, это на самом деле радость, это на самом деле свет. Для меня красный я только так воспринимаю. Вы знаете, это очень сложно объяснить, потому что как невозможно выразить словами какие-то истинные чувства, ну, в полной мере, да, то, конечно же, невозможно объяснить, как это можно ощущать физический цвет. Это вот он в тебе находится, он в тебе, и ты, а ты в нем, понимаете. Это какое-то такое состояние единения, что ли, понимаете, вот. Когда у меня плохое настроение, то я не работаю. Да, я не работаю. Я жду состояния и всяческим образом, даже, может быть, иногда его не подталкиваю. А когда у меня такой какой-то есть негативный момент в моем состоянии, я знаю, что мне нужно отдохнуть. Моя душа как художника, моя душа как человека – это все запечатлевается в каждом мазке, как-то отпечатывается. Это в кисть переходит энергия художника, в мазок переходит энергия художника. И поэтому для меня очень важно, чтобы в этом мазке всегда была радость. Ну, во-первых, я сама женщина, я всю жизнь познаю себя, да, познаю свою душу. И мне хочется ответить на какие-то вопросы, которые я себе, наверное, задаю как женщина. Ну, и этот образ, на самом деле, для меня образ женщины – это всегда романтизм, это всегда красота, это всегда возвышенность. Мне не хочется приземлять в своем творчестве вообще человека. И мне хочется, чтобы человек, который смотрит на мои произведения, он всегда ощущал вот этот зов какой-то, понимаете, к прекрасному. Потому что для меня художник – это прежде всего человек, как сказал Достоевский, красотой мир спасется. Для меня это, на самом деле, кредо моего творчества. Видишь в самых необычных вещах красоту, да, в какой-то обыкновенной чашке, которая каждый день, может быть, она не очень чистая, стоит у тебя на столе и вдруг падает на нее луч света, озаряет ее, и в эту чашку приходит жизнь, в эту чашку. Эта чашка зажигается, понимаете, и становится образом. А что же говорить о человеке, когда человек – такое сложно составляющее существо? Мы учились в одном классе с Володей, и самое интересное, что он пришел к нам в восьмой класс, и все было как-то ровно, нормально. И потом в одиннадцатом классе вот это, как бывает, состояние любви, вот этой земной нашей любви, это когда начинают в душе расцветать сады, это начинает вокруг все расцветать и почему-то сходится на одном человеке. Это вот эта судьба, которая дарована, наверное, свыше, и ты потом это знаешь, обязательно знаешь, что это именно твой человек. Вот с тех пор мы вместе, вместе по жизни в этом уже, по-моему… А, в следующем году у нас будет рубиновая свадьба. Это официально, а неофициально. Я его еще три года как-то ждала из армии, так что уже намного больше. Она уже родилась с этим геном, она родилась вот с той искрой, с тем огнем в душе, который мы, в принципе, вот создали, наверное, своей любовью и к искусству, и между собой. Потому что я помню, все происходило вот в этой мастерской. Мы, по сути дела, даже очень редко бывали дома. Жили здесь, и кроватка здесь стояла. И вот я помню, тут стоит мольберт, я работаю, здесь лежат кисти, ковер какой-то там, она ползает еще, не ходит, но уже с кистями работает. Как она сказала в одном интервью, тоже Тане Лариной, что она родилась под мольбертом. Или выросла под мольбертом. У меня муж печет блины почти каждое утро, и всегда еще помимо блинов готов рисунок. Для меня это, конечно, тоже загадка, но я восхищена этим состоянием. Потому что в основном я работаю в мастерской, и сосредоточенно работаю. Но это уже где-то кухня, наверное, художника, когда человек может творить в любой обстановке, там, на улице, делать эскизы, думать. Быт не должен захватывать вашу душу, понимаете? Потому что есть намного важные вещи важнее, чем быт. Конечно, достойно жить, естественно, в этом мире всем хочется. Но опять же, человек довольствуется, на самом деле, ему не так много надо в жизни, от жизни. И в зависимости от того, как больше ты себе хочешь добыть, тем больше и больше тебе нужно будет. И ты никогда не сможешь остановиться. Это на самом деле ведь известно. И вот здесь происходит вопрос выбора, осознанного сознательного выбора. Я знаю художников, которых захватывает коммерческая составляющая их творчества, и тогда их творчество просто становится пустым, неинтересным и никому, мне кажется, не нужным. Я люблю начало 20 века. Я люблю модернизм. Я люблю русское искусство начала века. Я люблю, опять же, Малявина, Архипова. Я люблю там, где много энергии, где много цвета. Я люблю модельяне. Это, может быть, где-то даже видно в моих образах, потому что где-то еще по детству. Любопытно, что у меня художники совершенно могут быть противоположны, да, по, может быть, по... Вообще по творчеству, если сравнивать того же модельяне и Борисова-Мусатова, кажется, что может быть общего, да? А это я их люблю. Как-то я попала в Третьяковку на выставку Андрея Рублева. Для меня это было открытием, совершенным открытием, когда ты стоишь среди зала, среди, казалось бы, в светском заведении, понимаете, не в храме, а в светском заведении, и ты растворяешься. Ты не ощущаешь себя. Ты уходишь куда-то. Ты вот осеневает себя вот этим светом, понимаешь, и ты понимаешь только тогда вообще, наверное, зачем ты сюда пришел. Вообще в мире человеку не хватает гармонии. А гармонию можно постичь, только созидая. А чтобы созидать, нужно услышать себя прежде всего, увидеть мир и сделать так, чтобы не разрушать ни себя, ни мир вокруг себя. И поэтому, на самом деле, это очень, кажется, простая задача. Это всего лишь человеку нужно следовать заповедям, которые пришли в мир так давно вместе с созданием этого мира. И как, насколько это сложно и просто невозможно без помощи свыше. Все идет и все время хочется чего-то постичь. И все, что ты уже создал, это уже создано. Хочется чего-то нового сделать. И вот мне хочется, чтобы каждый человек услышал в своей душе вот этот зов, который зовет ему его к чему-то очень большому, красивому, красивому и великому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок